Дорогие друзья, спасибо всем, кто пришли сегодня на презентацию популярных авторов романтического фэнтези Анны Адуваловой и Ольги Пашниной. Если вы гуляете по магазину и не знаете, что происходит такая замечательная встреча, поднимайтесь в 13-й зал, в медиазону. А мы начнем. Ольга, Анна, вчера у вас уже была презентация, на которой вас спрашивали про ваш писательский путь и как вы к этому пришли, поэтому я думаю, что мы пойдем не по традиционному методу вопрос-ответ, а я дам сейчас каждое слово, чтобы вы рассказали про свою новинку, и потом мы пойдем по вопросам из зала и просто вот так вот интересно поболтаем о чем-то неожиданном, новом, интересном, о чем вы сами хотели бы поговорить. Всем добрый день, мы рады всех видеть. Мы вообще рады, что вы пришли к нам после Нонфика в параллель с Нонфиком, потому что это такое грандиозное событие, на котором мы вчера с удовольствием были, там если еще не дошли вдруг до Нонфика, дойдите, там круто. Вот, и презентую я сегодня начало старт серии, которая называется «Элита Грузгейра». Это, не буду сказать, что это первая моя личная серия, да, первое мое личное оформление, на самом деле это далеко-далеко не первое, но оно мне очень дорого, потому что я вообще очень люблю вот эту вот историю, этот мир мне очень нравится. Это моя попытка сделать на стыке жанров и немножечко, как сказать, всегда городское фэнтези идет у нас чуток хуже, чем классическое. Такая тенденция сохранялась достаточно долго, и я всегда от этого очень сильно страдала, потому что городское фэнтези – это моя любовь. Но, тем не менее, несмотря на то, что жанр, он, не могу сказать, что невостребованный, но больше наших читателей любят красивые фэнтези-миры, лично мои самые-таки любимые, самые популярные, самые книги, которые находят отзыв в читателях, они именно в мире, который максимально приближен к нашему. Элита Грузгейра – как раз-таки история в мире, который очень похож на наш, но там есть определенная магия и отличия, которые делают его интересным, уникальным и мною любимым. Элита Грузгейра – это историю, которую я пыталась писать на стыке жанров, это не чистый румфант, здесь достаточно сильная детективная линия, особенно во второй части, здесь очень много взято от схемы построения и каких-то такой вот атмосферы остросюжетных современных любовных романов, но с добавлением любимой нами магии, любимой в румфанте сильной любовной линии, но это опять-таки перекликается с любовными романами, именно остросюжетными. Мы не берем истории какие-то румкомовские, они немножко по-другому построены. И для меня это такой очень-очень интересный опыт, мне пока сложно сказать, как история полюбилась читателям бумажных книг, потому что она вот только-только недавно вышла, и сейчас мы ждем вторую книгу. Но я могу сказать однозначно, что в электронки народу очень-очень сильно заходит, и будем смотреть, получится ли у издательства реализовать потенциал этой серии, и в бумажном варианте, потому что мы сейчас наблюдаем, что очень по-разному читатели воспринимают и то, что любят в электронке, не всегда, но ура, принимают в бумаге. И то, что принимают в бумаге, иногда бывает неднозначно в электронке. Мне, конечно, хочется, чтобы эта серия была любима читателями всех форматов, и аудио, и электронки, и бумаги. Ань, пока еще не убирай, у меня к тебе есть пара вопросов. Да, во-первых, действительно, есть такая ситуация с городской фэнтези, но она меняется, потому что очень много читателей, любящих городской фэнтези, я думаю, что дело в подаче, и, мне кажется, элита получилась замечательной. А скажи, как она началась, как тебе пришла в голову? Потому что большой цикл, большой мир, может быть, какая-то сцена, какой-то момент, который у тебя щелкнуло, я должна это написать? Ты знаешь, у меня очень часто бывает, я вообще, в принципе, начала фэнтези писать так, когда я читала огромное количество фэнтези, и думала, ну почему тут так мало любовной линии? Ну вот, ну явно же не хватает, ну нужна в фэнтези любовная линия, и побольше, побольше, побольше. И когда начала писать свою первую книгу, я писала именно фэнтези, в которой есть яркая любовная линия. Здесь то же самое, я люблю остросюжетные любовные романы, именно в остросюжетке. Я люблю детективы, я люблю триллеры, но мне там тоже не хватает любовной линии и не хватает магии. Поэтому в определенный момент я поняла вот этот вот там, не какая-то даже ни сцена, ни герой, ни мир, а вот некая атмосфера, в которую мне бы хотелось погрузить читателя. Именно когда я поняла, в какую атмосферу мне хочется погрузить читателя, я начала думать, какие герои могут здесь жить, в каком мире это может происходить. И вот так вот постепенно родилась сначала история Агнии, и в дальнейшем родилась история Короидара, над которой я работаю сейчас, это трилогия. Появилось огромное количество второстепенных персонажей, про каждый из которых мне хочется рассказать, по крайней мере, хотя бы однотомник. То есть элиту Горскейра можно читать как по отдельности циклы про разных персонажей, так и все вместе. Да, да, то есть там соблюдена некая хронология, то есть сначала идут события моей сводной ведьмы и некроманта, потом начинаются события проклятого дара, но тем не менее это вовсе не обязательно, то что если, например, вы прочитали дилогию, у вас останутся какие-то вопросы, совершенно не факт. Вы можете закрыть и, в общем-то, вернуться к истории второстепенных персонажей через какое-то время. Вы можете начать читать с проклятого дара, а потом прочитать эту историю, то есть вне зависимости, по-разному. Сейчас очень многие авторы, не только наши, но и зарубежные, пишут именно так. Один мир, но очень много разных персонажей в нем, и получается объемная красивая картинка. Мне кажется, что проекта такого масштаба в Рамфанте тоже еще не было, вот именно по такой схеме. Я не буду просто говорить, вполне возможно. Мне кажется, что практика писать в одном мире, даже вот у Оли, Дракония Виолини у тебя, ну там меньше, но тем не менее все-таки это один мир, который объединяет несколько историй. Такое есть и везде, но да, опять-таки это то, что я взяла из слэшек остросюжетных, потому что там в большей степени, и из детективов, то есть если мы вспоминаем даже совершенно старые детективы Устиновой, у нее же один сеттинг. И я помню, когда я еще давным-давно читала, мне очень нравилось именно то, что ты читаешь новую историю и видишь вот эти вот пасхалочки к другим книгам, которые ты читала. Мне нравится вот именно такое вот. Мне кажется, за этим в целом будущее, потому что люди погружаются в миры и не хотят их покидать. Ну отчасти, да, но тем не менее, все-таки когда очень объемный мир, очень много историй, это тоже отталкивает, ну и меня как читателя тоже. Нужна золотая середина. Оля, я передаю тебе слово, расскажи про две свои новинки. У нас здесь сейчас развод по драконьи, но у Оли вот буквально на днях вышла еще Академия магии на дистанционке. Сразу две новинки потрясающие. А, это не развод? Это осенька, да. А, значит, здесь нет развода по драконьи. Кошмар. В общем, две у нас новинки Олины. Вчера была одна, сегодня другая, вчера были маленькие, но по пять. Вот, Оля, расскажи про обе, пожалуйста, вот в том порядке, в котором тебе больше нравится. Так, в каком мне больше нравится? Ну, давайте, раз дистанционка стоит, давайте будем ее радовать. Это анатомник, юмор. Юмор – это максимально милая, без каких-то серьезных конфликтов, еще чего-то, книга про то, как Академию магии посадили на дистанционку. У них там случился неурожай амброзии, они закупили амброзию у другого государства и оказалось, что они внимательно прочитали инструкцию. И там было написано в инструкции, что если вы используете магию при посадке, то на амброзию начнется у всех аллергия. Все начали бесконтрольно чихать. Ну, соответственно, стали думать, что делать, решили, что совсем справится ветер в итоге, поэтому всех надо посадить на карантин. И закрыли целую Академию магии на дистанционке. А ректор этой Академии очень сильно испугался и сбежал. И оставил главного героя на свою замену. Типа, реши тут как-нибудь все проблемы. А главная героиня, она учится в столице, но она из очень-очень дальнего региона, до которого магический интернет не дотянули еще. И ей, значит, нужно кровь из носа остаться в столице. А гостиниц особо нет, все занято, все забито, квартиру снять невозможно. И ее отец просит своего сослуживца, бывшего своего друга, приютить девушку, дать ей возможность учиться. И этим другом, естественно, оказывается человек, которого оставили на замену ректору Академии магии. И вот они их закрывают в одном доме, и чтобы им было не скучно, тот же самый ректор оставляет им еще питомца. Это питомец Осенька. Можно я поверну книжечку и покажу всем Осеньку. Вот он вот здесь вот у нас сзади притаился. Это тролль. Он такая магическая, очень милая, очаровательная зверушка, которая любит две вещи — покушать и сделать чпок. Чпок — это когда у него нос превращается в хвост. И наоборот. То есть когда у Осеньки случается какое-то эмоциональное потрясение, любого характера испугался или обрадовался, он делает чпок, и его нос втягивается и превращается в хвост. Или наоборот, хвост превращается в нос. Ну и, собственно говоря, этими чпоками он комментирует по ходу дела все происходящее. Это на самом деле максимально такая милая, максимально приятная, комфортная история, в которой любовная линия основная, но она такая, знаете, очень милая. Это два взрослых адекватных человека, ну почти адекватных, которые встретились, влюбились и стали жить вместе и радовать друг друга всю оставшуюся жизнь. Правда, я всегда своих студентов ругаю за такие истории, что история, в которую два взрослых адекватных человека встретились и просто влюбились, они никому не интересны. Вот, ну, мне вот, когда писала, было интересно. Поэтому, если хочется поднять все настроения, если не хочется вот этих вот конфликтов, там, любовь, ненависть, еще что-то, то можно почитать «Академию магии» на дистанционке. Если хочется почитать чего-то тоже юморного, тоже однотомник, но, скажем так, с конфликтами поострее, то «Развод по драконии». «Развод по драконии» я вчера на мероприятии рассказывала, это книжка про мою внутреннюю тварь. То есть это книжка про героя, который очень-очень сильно не любит своих сослуживцев и своих подчиненных, и очень страшно на них ругается, но с большим количеством юмора. То есть у него такие… Это, знаете, такой доктор Быков или доктор Хаус в мире, где летают на драконах. И это история про бывших мужа и жену, которые поженились, когда там были молодые, тупые. Поженились без любви, был брак по расчету у них, соответственно, ему, герою, это было не нужно. Героиня верила в какие-то там дурацкие сказки про любовь, про то, что сейчас будут каждое утро к ней влетать диснеевские птички в комнату и петь разные серенады. Ну, все, все мечты разбились, естественно, она от него ушла, они развелись и встретились уже, когда им было, ну, там, когда чуть-чуть повзрослели. И они вынуждены работать вместе, работать в одной команде, летать вместе на драконах. Вот, у него плохой характер, у нее хороший характер, она рыженькая, он светленький. В общем, все у них замечательно сложилось. У меня к тебе тоже будет несколько вопросов. Во-первых, я, кстати, не соглашусь про то, что книги про то, как, истории про то, как два взрослых человека встретились, полюбили друг друга, и нормально у них все, неинтересно, потому что сейчас очень большой запрос у читателей, дайте нам книги про нормальных людей. Ну, вот мы дали, сейчас посмотрим по продажам, насколько большой запрос. Да, покупайте наши книги про нормальных людей. Оль, скажи, Академия магии на дистанционке, это вот твой опыт карантина? Нет, мой карантин вообще прошел, я не поняла, чем он отличался от моей обычной жизни. Но я чисто чуть меньше выходила на улицу, потому что там нечего было делать. Ну, то есть я работаю дома, и у меня всегда было, то есть я, ну, там стою, что-то делаю, работаю, ложусь спать, вот так живу. Да, странные люди привозят еду, то есть во время карантина еще стали привозить другие вещи. Ну, то есть, поэтому нет, это некий собирательный образ вообще карантина всего нашего сообщества, потому что у меня сестра-преподаватель, она много историй взяты из ее рассказов. Она мучилась очень сильно на дистанционке, когда нужно, там, 30 человек у тебя сидит в зуме, и нужно им что-то как-то вложить, какую-то мудрость в голову. Исходя из опыта, там, ну, детей, вот, детей друзей, да, Аниного сына, еще девчонок, дети были. Ну, то есть это какой-то некий такой общая атмосфера карантина, дистанционки и всего бардака, который с этим связан. И академии магии, да. То есть это как бы еще накладывается за то, что эти все вот 30 дебилов, которые сидят на карантине, они еще и умеют колдовать, и с этим тоже надо что-то делать, потому что иначе они спалят все дома, всех родных, бабушек, дедушек и домашних животных. То есть тоже как-то, ну, занятия вроде как нужно проводить, но как бы чтобы все при этом остались живы. А это же студенты молодые, им нужно развлекаться, им нужно там творить какую-то дичь непонятную, и преподавателям с этим как-то приходится разбираться. Так что здесь скорее не мой опыт, здесь скорее опыт окружающих. Смотри, с карантина прошло 4 года, 3 года, сколько-то лет, да, 4. Короче, много лет прошло с карантина, и вот ты написала эту книгу, и мне кажется, что в принципе мы сейчас в целом все только начали переосмыслять этот опыт ковида, потому что изнутри него это был большой стресс. И как ты думаешь, это может стать трендом? Ты можешь задать тренд про дистанционное обучение, карантин и все прочее, то есть что другие авторы Рамфанта тоже такие, блин, у меня же тоже был этот опыт, я же тоже там училась или преподавала. Как думаешь? Не, я ничего не могу. Я ничего не могу, не хочу, не буду. Ну, я не уверена, то есть если бы у этого тренда был потенциал, его бы уже как-то реализовали авторы пошустрее, и по, скажем так, дальновиднее. То есть, как правило, все-таки, когда есть какой-то в обществе запрос на реальный тренд, не то, что мы пытаемся там выдумывать, не то, что мы пытаемся натягивать, типа там вот-вот тренд. Вот Академия магии, вот это, блин, тренд. Вот он сколько лет, мне сколько лет. В первых позициях по успешности серия. Да, до сих пор просто. То есть мы все думаем, когда уже этот котелочек перестанет варить. Тогда Академия магии умрет вместе с фэнтези и бумажными книгами, которые все умирают, умирают, и никогда не умрут. Вот, то есть это реальный тренд. А то, что там в какой-то год были популярны, там, я не знаю, вампиры, вампиры, блин, были популярны. Ну, там какие-то такие вещи, типа в одно время там были некроманты. Да, некроманты. В другое время драконы там что-то популярны. Ну, это как бы такие локальные тренды. Я не думаю, что это будет хоть сколько-нибудь кому-то интересно. Но вообще я на самом деле удивлена. Вот я помню, я шла там где-то по району и с Аней мы общались вот с этой. Вот с этой мы общались и обсуждали, что я буду писать дальше. Я сомневалась там на все такое. И она такая, пиши дистанционку, она прикольная. Я говорю, слушай, я медленно пишу, я медленно думаю, медленно работаю. Я пока ее напишу, все вообще уже успеют 10 раз про эту дистанционку написать. Она такая, ну, типа, и что, все равно пиши, как бы, ну, что-нибудь там куда-нибудь пропихнешь. Вот. И оказалось, что никто не написал. Ну, то есть если бы это был реальный тренд, уже бы было 100 книг про дистанционку. Поэтому, я думаю, это останется каким-то локальным мемчиком. Осень качпок будет делать периодически все. Кстати, об осеньке. Уникальный способ мерча, уникальный вид мерча. Дело в том, что такие осеньки в моем 2004-2005 уже были. Они выглядели немножко по-другому. Они были больше и более серенькими. И тогда был мем «Бобруйская моль». И их всех называли «Бобруйская моль». И сейчас они появились снова. Вот у Аси, у второго нашего редактора Рамфанта, которая сделала вот эту красоту, у нее теперь живет такой вот осенька. И, то есть, понимаете, осенька может быть у каждого. И у меня живет осенька. У мужа моего. То есть, понимаете, это не просто потрясающая юморная светлая книга. Это еще книга, где вы все можете завести и делать на все жизненные ситуации чпок. Так что... Прекрасно. Теперь они называются «Тролль». Да? Да, он тролль. Фирма Ханса. Они продаются на Озоне, но, правда, они стоят что-то под три косаря, если честно. Осенька какой-то в содержании очень небюджетный. У меня тоже живет осенька. Собственно говоря, я на него смотрела и писала. Думаю, какая же ты прекрасная товарища. Чпок. Аня, давай вернем слово к тебе, потому что я теперь хочу поговорить о том, о чем не успели вчера. Оформлении. У нас прекрасное новое оформление, прекрасно меняются тренды в Рамфанте, и мы следуем за ними. И я хочу поговорить про вот эти прекрасные обложки. Давайте вернем осеньку обратно к нам. Аня, расскажи про концепт, обложки элиты Гарскейра, о том, как она вообще создавалась, потому что это в первую очередь было на основе твоего видения, и оно оказалось очень удачным. Ну, на самом деле, да, то есть обложки – это большая головная боль, потому что мы очень долго с совместными усилиями боролись с некими устоявшимися традициями, потому что Рамфанте очень долго имел одно лицо, то есть одних художников, одну подачу, одно оформление. Несмотря на то, что другие редакции уже давно успешно работали с какими-то такими локальными циклами, оформлениями под каждую отдельно взятую историю. У меня совершенно шикарные коллажные обложки от Иры Касульной на электронку. В электронке действительно коллажные обложки до сих пор пользуются спросом, они хорошо отрабатывают, их любят читатели, но в бумаге уже хотелось чего-то другого. И не только потому, что, скажем, меняется тренд на оформление, и другого ждут читатели, но и потому, что сама история, она тоже весьма специфична, и в рамках, допустим, Академии магии или в рамках колдовских миров она бы смотрелась немножко чужеродно, именно за счет того, что это некий такой сплав жанров. Поэтому хотелось сразу несколько моментов, то есть хотелось рисованной обложки, причем рисованной обложки мне хотелось именно такой вот лайновой. У меня было несколько художников, которых я люблю, которые мне нравятся, насколько они клево воплощают именно такие по стилистике решения. И мне изначально я видела эту серию в тонах, скажем так, питерских акварелей, потому что сам Гурсгейр город, он расположен на берегу реки, и в целом у него есть некий питерский флер. То есть я не могу сказать, что я писала с Питера, но когда в прошлом марте я попала в Питер, вот, скажем так, не в сезон, с одной стороны не в сезон, с другой стороны не в поганящую погоду. Я шла как раз-таки по улицам, смотрела на каналы и поняла, что ну вот он, по сути дела, вот как раз-таки это некий образ Гурсгейра. И, собственно, примерно в тот момент родилась такая цветовая гамма. То есть, естественно, у нас сводные в такой немножко розоватой, то есть это питерские закаты и рассветы. Ну, антураж такой специфический. Например, дальше мы будем делать «Проклятый дар». Он тоже будет нюдовый, но уже немножечко другая цветовая гамма. Хотелось именно вот, чтобы книжки были не яркие и не темные. Хотя сама я очень люблю, например, темные обложки, то есть это моя страсть. Но именно под эту серию мне хотелось оставить пастельные тона, хотелось рисовку и таких выразительных героев укрупненных. И, на мой взгляд, получилось очень прикольно и очень интересно. И очень мне хочется верить, что следующая трилогия, она будет не менее цепляющая. И нам тоже удастся придумать, с одной стороны, что-то новенькое в плане подачи, там, возможно, художника, в плане цветовой гаммы, но в то же время, чтобы сохранить вот это вот некое серийное восприятие этого цикла. Обложки для сводных рисовала Адакта Ариас, прекрасная художница. Кстати, привет, тебе от нее виделись на Нонфике. Но это не значит, что мы будем зацикливаться на одном художнике на всю серию, потому что действительно пришло время идти от книги, от потребности сюжета, от вайба в отношении художника, а не от какого-то вот оформления, которое квадратно и покрашенное. У нас вот этот художник будет иллюстрировать все на свете. Так что я надеюсь, что это не отпугнет людей, которые любят собирать, чтобы все было аккуратненько, корешочками, потому что все равно общая концепция будет сохранена. Да, да, мы хотим. Но сейчас, например, мы практически доделали уже, на финальном, мне кажется, уже этапе. Это переиздание Змейной школы. Там рисовала Чаки. Это тот же художник, который рисовал, кто подставил темного властелина. И там тоже совершенно шикарнейшие обложки, но они совершенно другие. Там просто огнище. Оль, теперь ты расскажи, пожалуйста, про свои обложки шикарные, потому что тоже абсолютно новый взгляд. Блин, я надеялась, что ты не спросишь. Я не могла придумать, что сказать. Но я в этом плане жираф, то есть мне надо, чтобы мне обязательно кто-нибудь объяснил. Ну, типа вот, Аня как-то несколько лет назад пришла и говорит, ну, у нас явно спенился тренд, смотри, нам нужны новые обложки. Я такая, ага, нам нужны новые обложки. Ну, действительно, согласна с тобой, полностью с тобой согласна. Приятно поговорить с умным человеком. Но единственное, я помню свой опыт, как-то раз я в Читой городе была, и когда еще было жило издательство Альфа-Книга, когда она еще активно выпускала романтическое фэнтези, я помню, вот я пришла, мне очень нравились там у них книжки, еще что-то, я пришла что-то купить, почитать, стою перед полкой, там вот эти вот одинаковые корешки разноцветные в ряд стоят, а у меня еще зрение как бы не очень, они стоят еще где-то здесь, я стою вот к ним вот так вот, и я поняла, что я не хочу в этом разбираться. Ну, то есть, вот эта вот батарея одинаковых корешков, которые отличаются только буквами в фамилиях авторов, я просто не хочу в этом разбираться, потому что у меня голова начинает болеть, когда я вижу одинаковые книжки. И я поняла, что, наверное, нам надо как-то выделять свои книжки, как-то выделять, чтобы не было вот этой батареи, в том числе выделять именно в рамках одной фамилии. То есть, понятно, что мы в магазине очень много классных, ярких книг, и сделать там прям что-то принципиально новое, чтобы все такие зашли, о, боже мой, такое, ну, почти невозможно. Но хотя бы в рамках одного жанра, в рамках одной фамилии, чтобы мы не смотрелись как журнал в твердой обложке. То есть, это очень круто, на самом деле, смотрится, когда книг не так много, но когда 10 лет выходят одинаковые по оформлению книжки, нас начинают воспринимать как журнал в твердой обложке. Ну, мурзилка какая-нибудь выходит, там, иллюстрации каждый раз разные, но вообще оформление одно. И комикс в конце обязательно. Да, анекдоты. Мы все-таки пас... Кроссворд, кроссворд. Кстати, девочки, романтический кроссворд, романтические анекдоты. Мне кажется, надо что-то такое придумывать. Как бонусы. Да, да, да. Частушки. Что, что, что еще? Частушки? Кроссворд. Так, Катя, объединяем бренды СЛР и Рамфанта и выпускаем общий кроссворд с анекдотами. Роман в картинах по номерам, да, открываешь карандашиками. Все виды осеньки, все состояния на 300 страницах. Ну, в общем, то есть хочется чего-то нового. Плюс еще есть такой момент, нам все-таки приходится работать с продвижением, а на читателя сейчас сыплется огромное количество книг, огромное количество оформлений и всего такого прочего. И очень тяжело, очень быстро замыливается взгляд, очень быстро вот как-то приедается одно и то же. И мы как-то все равно должны привлекать внимание, типа, эй, у нас тут книжечка прикольная. Вот, поэтому оформление надо в любом случае периодически менять, там, что-то встряхивать, находить новых читателей. Я вот вспоминаю, интересные были отзывы, когда у меня был цикл «Перездали школу темных», «Перездали в другом немножечко оформлений», то есть там были рисуночки людей, ну, коллажики, а «Перездали в…» что там были какие-то венделечки всякие. С леттерингом, да. С леттерингом, да, с предметной обложки. И, да, вот, вот девушка показывает. Шикарно, между прочим, «Перездали». Вот, если кто-нибудь спросит, когда я допишу, я не буду отвечать на этот вопрос. Да, Оль, а когда ты допишешь? Я не буду отвечать на этот вопрос, я только что сказала. Вот, да, допишу-допишу, я почти. Вот к вам прибежала, дальше вернусь и буду дописывать. Вот. Я расскажу потом, почему я не дописываю, ну, может быть, наверное, сильно потом. Вот, что я хотела сказать. Ко мне приходили читатели и говорили, блин, вот мы не знали даже, что есть такой клевый цикл, мы узнали, увидели такие обложки, они такие красивые, мы вообще офигели от того, что вы там так долго пишете, такой динозавр. Вот. И это действительно работает еще и на привлечение новой аудитории. То есть старая аудитория нас любит, ну, надеюсь, хочется верить, конечно, не вся, не вся, согласна. Вот. Но, тем не менее, как бы аудитория, которая нас знает, она знает, что Пашнина пишет прикольные, веселые книжки или там, что Пашнина пишет лучше не покупать. Вот. В зависимости от этого. А новая аудитория, она понятия не имеет. И нам надо немножечко привлечь ее внимание. Вот. Поэтому, собственно говоря, с оформлением работаем. Вот у нас развод под Раконией и Академии Манги на дистанционке оформляла замечательная девушка. Ты не помнишь, как читается? Вот можешь открыть? Сейчас. Я просто боюсь. Пусть редактор скажет неправильно, если что, имя художника. Цайлис. 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 Хорошо, будет Цайлис. Елизавета ее зовут. Очаровательная девушка. Просто шикарно с ней работать. Это вот, ну, стопроцентный мэч. Пока план такой, что на юморные истории будет вот какой-то такой стиль, а на истории, которые там помрачнее, повзрослее, будет какой-нибудь другой стиль. Великие мысли великих людей. А еще обратите внимание, что у Оли на дизайне есть такие вот буковки. Здесь чертики. На разводе по драконе драконечки. Да, у Оли еще на дизайне, вот конкретно на этой книжке есть всякие посалочки к другим книжкам. Ну, две или три, по-моему. Вот, там доходили. А еще у Оли на этой книжке. Есть блестюшки. Лак. А у Ани на этой книжке лака нет. И это порождает в Ане совершенно нехорошее ощущение зависти и злобушки. Я открою тайну. Обложку Аниной элиты редактор Ася отбивала от лака и фольги всеми ногами, крича, что здесь красиво, когда оно матовое, оно благородное, что оно блестит, только эмблема. Что-то мне прям вот не хватает. Внутреннее сорока во мне хочет блестюшек. Вот здесь вот. Нет, я уже прорыдалась, когда Оля эту книжку подержала в руках. Я пришла подготовленной. Ну, по крайней мере, тут. Вот видите. Вы знаете, что дарить теперь авторам? Дарите им поталь, чтобы они вот так вот сами натирали фольгой буковки. Ребят, давайте ваши вопросы из зала. Я верю, что они у вас есть, они у вас интересные. Давайте обсудим. Да, там скандальный вопрос хотят. Я зайду с козырей. Ну, во-первых, я просто даже не скрываю того, что да, я тот самый человек, который фанат элиты. И в свете новооткрывшихся, новоприобретенных трендов у меня такой вопрос. Анна, а вы не собираетесь регистрировать собственное направление детективный ром-фанд? Элитный ром-фанд. Да, элитный ром-фанд. Или, может быть, вот как раз городской ром-фанд. Между прочим, серия Аня называется элитная фэнтези Анна Адувалова. Так что... Это другое. Элита, элита горскейла, это другое. Я именно как основоположник, то есть вот детективный ром-фанд. Слушай, это же вот... Ну просто я человек, который уже три месяца пытается узнать, кто же все-таки вот дворецкий. Да. И ни разу не угадала еще. У нас там портянки на несколько часов, и вот все мимо. Ой, слушай, я к этому, знаешь, как отношусь. Да пусть воруют. Пусть прут. Вообще, чем лучше... Мое мнение такое, чем лучше хороших книг, чем больше хороших книг, тем лучше. И я вообще совершенно спокойно отношусь, если моими наработками кто-то пользуется. Потому что если человек, скажем так... Есть такое понятие хитростыренное. То есть если автор умеет сделать хитростыренное, как правило, я с удовольствием эту книжку читаю, потому что кто-то другой написал то, что мне нравится, и то, что мне хотел. Своё же, ну как бы читать не будешь. А если человек попытался написать что-то наподобие того, что пишу я, но получилось поганенько, ну это повод почувствовать себя гениально. Нет, ну собственно, то есть это получается вот как раз, если брать на примере студентов, потому что я сборник читала, когда у них общая заданная тема, и каждый делает всё равно по-своему. Ну да, да, нет, естественно, то есть как автор, конечно, я очень негативно отношусь к плагиату, да, то есть понятно, совершенно у меня было несколько ситуаций, когда мою историю брали и переписывали, ну причём кривенько переписывали. Но это было очень-очень давно, ну это было, во-первых, очень давно, сейчас всё-таки авторы стали намного более серьёзно к таким вещам относиться. Вот, это естественно неприятно. Что касается каких-то направлений, ну в своё время, да, представьте, если бы Академию магии запатентовали там Наташа Жильцова и Аня Гаврилова, сколько бы вообще совершенно невероятно… Жаренроулинг это обошло. Нет, слушай, ну вот невероятно крутых историй бы сколько мы лишились, да, то есть, ну насколько здорово, что они задали этот тренд и авторы подхватили. Я до сих пор помню, когда Наташа Жильцова писала отборы, и она говорила, народ, блин, отборы пошли так круто, мне кажется, нужно писать, давайте, ну как бы замутим, типа вот как, ну, тренд, ну, я даже не знаю, как это сказать, типа авторского флешмоба, да, потому что это здорово, там такое количество читателей, они так хорошо воспринимают, и тогда появилось огромное количество совершенно крутых отборов, они разные, вот, да, то есть они совершенно не похожи друг на друга, и в этом их изюминка. А нет желания, то есть вот если первая книга со студентами была посвящена как раз Академии, да, то есть вот сейчас дело детектив. На самом деле, во-первых… Да, 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 Аня, это второй сборник, расскажи. Поделись, пожалуйста. Ну, на самом деле, нужно подумать в этом направлении. Когда я делала первый сборник, я категорически сказала, никогда в жизни. Ну, никогда не говорите, как это. Да, то есть, ну, для меня, ну, здесь есть чисто технические моменты, связанные, да, то есть как мы вот переподписывали документы, то есть у меня закончился курс, у меня 30 рассказов в сборнике, вот, и я должна найти 30 студентов, чтобы переподписать с ними 30 договоров. И я такая сижу, в смысле? Ну, то есть вот такие вот моменты, они достаточно тяжело. Потом, конечно, если мы будем делать, у нас изначально на курсе было заявлено, если вы выполняете ПТЗ, если вы выполняете все задания, если вы сдаете рассказ в срок, он попадает в сборник. Поэтому там есть рассказы, написанные, ну, вот, по сути дела, в моем. То есть там настолько редактура близка к переписыванию. Мне бы не хотелось вот этого повторять. То есть если я, соответственно, смогу договориться на курсе, что я оставляю за собой право какие-то рассказы не допустить к участию в сборнике, то можно на эту тему подумать. Мы сейчас активно, в принципе, развиваем тему сборников. Вот у нас питерские сборники выходят и у Черным Бело, и в Рамфанте. Поэтому мы уже тоже набиваем руку на то, как это составлять. Так что мы можем, в принципе, это обсудить. Как это делать лучше, легче? Действительно, условия, на котором, может быть, вообще, там, не знаю, мы с тобой финализируем, то есть какие-то тексты. И это все возможно. И мне кажется, что отлично пойдет, например, детективный Рамфант. Будет очень классно. Да, надо подумать. А, кстати, вы читали сборник, да, первые все? Конечно. Молодцы. Вот, просто на самом деле я всегда считала, что сборники идут плохо, и сборник, ну, скажем так, авторов, новичков продать вообще достаточно тяжело. Для себя я, конечно, делала максимум, то есть я просто вот ходила вокруг Иры Касулиной, вот так вот, кругами. Вот, там совершенно шикарная, несмотря на то, что коллажная обложка, но она очень красивая, она очень хорошо и качественно сделанная. И мы действительно пытались вот эту вот академку прикольно выдержать. Но надо подумать в этом направлении, вполне возможно, что-нибудь мы можем с этим придумать. Может быть, даже с уникальным оформлением. Может быть, да. Последний вопрос, ну, сейчас я там отдам микрофон, а то я-то могу долго, вы это знаете. А можно все-таки как-то, ну, подмигнуть в сторону садовника, там, дворецкого, да? Я тебе мигаю правым глазом. Без спойлеров. Пожалуйста. Да, это не спойлер. Там еще 20 человек претендентов. Господа. Потому что хотя бы просто вот… Ну, вот я тебе мигнула… Спасибо. Ой, почему я тебе сказала, мигнула правым глазом, а помигала левым. То есть, ну, это вот интриги, это мое. Так, следующий вопрос. В каком из миров в ваших книгах вам было комфортно бы пожить, попутешествовать и с кем из героев вам было бы интересно пообщаться? Нет, я здесь… Я не хочу… Нет, меня, в большинстве моих миров меня где-то в прологии еще каретой переедет, скорее всего. И с героями общаться тоже не хочу, потому что у них, во-первых, возникнут ко мне вопросики определенные, да? Во-вторых, как бы, ну, как-то я не очень люблю незнакомых людей и с ними там чего-то общаться. Даже если я их придумала, ну, и вообще с придуманными людьми общаться не фанат, если честно. То есть, такой тревожный звоночек. Я, как бы, люблю писать книжки, а в них не жить. Это мы вот когда говорили, опять же, на какой-то из встреч, что с каким героем мужчины из своих книг ты бы смогла там, ну, создать семью, еще что-то там, ну, вот. И я, конечно, очень надеюсь, что все-таки, ну, мужчина будет реальный, а не из моих книг, да? Есть еще шанс. Но я всегда говорила, что с такими любовными линиями я… Ну, то есть, в реальной жизни мне это не нравится. То есть, я очень четко разделяю реальную жизнь и книжную. То есть, есть книжки, истории, которые мы пишем, конфликты, которые нам интересно развить в какое-то произведение, а есть реальная жизнь, в которой, ну, как бы, действуют немножечко другие законы. И то, что хорошо в книжке, в Академии магии, вот этот вот взрыв, любовь, там, я не знаю, страсти, мордайсти, что там, эмоциональные качели, да, стеклишко, там, вот он ее предал, она его любит, вот он к ней вернулся, там, попросил прощения, она его не простила, там, я не знаю. Вот в жизни, вот, человек, который пытается мне вот такие вот отношения навязать, вот в тот же момент идет, ну, как бы, куда-то, куда-то не туда. Вот. И я такое не. То есть, всем мужчинам, которые желают завоевать сердце Ольги Пашниной, сначала надо изучить все ее книги и идти от противного. Вот так не надо, так не надо. Да нет, ну, на самом деле, надо просто с головушкой дружить, и все. То есть, ну... Оля, 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 это фантастика. Да, возможно, тоже такой вариант есть. Ну, нет, ну, как бы, это не то, что я до 30 лет дожила, и ни разу у меня отношений не было, и встречаются иногда. Просто... Просто тут надо понимать... Вот. Просто потом попадают в твои книги. Нет, у меня вот редактор правильно подсказывает, что в отношениях с головушкой-то надо дружить обоим. То есть, мужик-то дружит, ко мне вопросики, понимаете? Поэтому там с вариантами. Аня? Ну, я придерживаюсь, наверное, Олиной позиции в том плане, что книжки интересно писать, то есть, жить интересно в настоящем мире. Да, для меня книги – это не альтернатива реальной жизни, да, и попытка там, допустим, уйти. Мне безумно нравится жить вот здесь и сейчас, да. Для меня это альтернатива чтению. То есть, я читаю очень быстро, вот. И приходится поэтому писать, чтобы удовольствие растянуть. Ну, собственно говоря, поэтому даже начала писать и пытаться погружаться в свои миры. Я не могу сказать, что я создаю миры, которые мне нравятся больше, чем наши. Ну, собственно, опять же, почему я люблю горфэнтези? Потому что это можно на привычной и комфортной тебе базе создать какую-то новую историю. Но это, опять же, это не значит, что я, допустим, хочу в мир элиты горсгейра. Да, это некая красивая картинка, которую мне хочется транслировать читателям, да, показать вот этот вот так, чтобы можно было как в окошечко подглядеть за какой-то другой, непривычной для нас жизнью. Это прикольно. Казаться внутри, ну, нет. Я вот тоже хотела задать вопрос, Оля, с кем из двух мужчин из Академии развода она бы завела отношения, но Оля уже сказала… С осенькой. Ну, с осенькой, такой осенька, знаете ли, всем нужен. Да, вот осенька – это прекрасно. Во-первых, только осенька будет есть то, что я готовлю. Ну, тут тоже надо быть реалисткой, то есть с вариантов. А Аня разве не ест то, что ты готовишь? Аня? Ну, вот сегодня съела, пока вроде жива. Ну, как бы… А у нас есть с вами, ну, и яичко. Да, со второго раза. Со второго, понимаете? То есть первое яичко. Ну, не шмала. Нам нужна кулинарная книга «Рамфанта». Это будет хоррор. Ну, то есть как бы… Нет, почему у тебя будет вариться это и яичко или краб? А, да, то есть надо понимать, если мы про готовку, то я отвратительно готовлю. Ну, просто. То есть я один раз приготовила цветную капусту. Что может быть проще? Цветная капуста на пару. Она получилась со вкусом редиски. Я никогда в жизни не пробовала цветную капусту со вкусом редиски. Да ты селекционер, походу. Да, я либо мичурин, либо мне пора в дурку, потому что я жую редиска, смотрю капуста. Ну, то есть вот… Это про уровень моей готовки. Единственное, что у меня хорошо получается готовить, это камчатский краб. Ну, то есть мне либо надо замуж за олигарха, либо питаться нашими раками. Да можно просто в Мурманск перейти. Слушай, я видела цены в Мурманске. Не очень? То есть нет, да, то есть я еще просто на билеты буду деньги тратить досюда. Вот, ну, то есть как бы вот… Поэтому со мной может ужиться только человек, которого не пугает вкус вилл. А у нас есть еще один вопрос, да, задавайте. Да, у меня был вопрос довольно-таки схожий, как раз-таки про то, в каком миру вы бы чувствовали себя комфортно, но раз вы уже озвучили, я немножечко переформулирую. Ассоциируете ли вы себя в процессе написания с главными героинями, либо в них есть что-то такое, что прям полная противоположность вас, и тяжело ли это прописывать? На самом деле, как бы мы, ну, я считаю, то есть я стараюсь не тянуть реал в книге, но тем не менее все равно у нас есть некие, я не знаю, личностно образующие качества, от которых мы никуда не можем деться, и поэтому, наверное, какие-то черты, какие-то установки такие, может быть, глубинные на каком-то таком вот базовом уровне, они вот где-то прямо-таки в самом типе героя, они в любом случае есть, да, например, я крайне редко и крайне, ну, скажем так, неудачно пишу стопроцентных таких девочек-ромашек, таких возвышенных, вот героинь и жертва, которую нужно спасать, которой нужно помогать, но я не умею таких героинь писать, они у меня не выходят, то есть у меня везде где-то вылезает такая баба с топором, вот, то есть, ну, это, безусловно, отпечаток некой личности и характера, даже если у меня героиню я пишу какую-то более нежную, там, пытаюсь сделать более слабый образ, у меня все равно она идет из точки А в точку В, где она обретает некую независимость, силу и так далее. Вот в этом плане, безусловно, немножко ты себя все равно в героине, не специально, но какой-то вот этот вот костяк внутренний, от него очень сложно избавиться, но специально, скажем так, что я пытаюсь ассоциировать, добавлять какие-то свои качества или, наоборот, пытаться прописать те качества, которых у меня нет, нет, то есть у меня есть определенная задумка, в которой должна действовать героиня с определенными качествами, и ее поведение зависит от того, каким характером я эту героиню наделила. Просто чаще всего у меня не получается наделить героиню, допустим, характером такой девушки в беде, скажем так, просто не получается, потому что у меня мозг работает немного по-другому, а в остальном нет. Забыла, что хотела сказать, только что была такая умная мысль, я ее забыла. Ну, так-то целомания права, да, то есть, но в любом... А, я вспомнила умную мысль. Короче, у меня есть некие жизненные принципы, ну, они такие очень общеупотребимые, да, то есть мои героини там не бьют котиков, собачек, да, не мучают зверушечек, не, там, не знаю, что они еще не делают, не подставляют там никого, почти. Вот, то есть какие-то такие серьезные принципы, которые у меня действуют в жизни, да, они в любом случае действуют у героини, потому что если они этими принципами не будут руководствоваться, ну, это получится не героиня, а мразь. Вот, а про таких мне писать не очень интересно. Вот, но глобально я стараюсь тоже, ну, не тащить, как бы особенно себя, потому что, ну, давайте будем честны, я как героиня Рамфанта, так себе, если честно. Ну, блин, без вариантов. То есть здесь тот случай, когда и зеркало дает вдохновение, и в голове-то нет. Единственное, наверное, чего мне пока не удается избавиться, а может быть, и не нужно, я особо не стараюсь, это у меня у всех героиней, вот чувство юмора, это вот 100% мое, у меня не получается прописывать героиням какой-то другой юмор. Ну, вот, то есть подстегнуть, как я это делаю, вот они все горасты. Девушка в беге, девушка с топором, девушка в беге с топором, ну, то есть там топор в беге без девушки, ну, то есть там с вариантами, топор в мужике, вот, и девушка рядом уже не в беге, ну, то есть как бы с вариантами. Но вот чувство юмора, я не могу от этого, иногда так хочется, думаешь, сидишь, думаешь, блин, ну, она же девочка-ромашка, она не может так подстегнуть, ну, почему, ну, ладно, давай уж, жги. Я считаю, это наоборот фишка, которая просто невероятно классная. Спасибо, ну, может быть, да, может быть, фишка, то есть, ну, будем считать ее фишкой, потому что я ничего поделать с этим не могу. Скажите, а вы, Яне и Оле, вопросов видите в каких своих героинях какую-нибудь вот такую самую общую черту? Ну, Оля сказала про чувство юмора, вот я, например, когда говорим про книги Ани, у меня первая ассоциация с героинями, что она дерзкая, а про книги Оля, что она такая взбалмошная, такая, хе-хе-хе-хе-хе. Ну, да, да, то есть, вот я сказала, то, что у меня такая получается всегда девушка с топором, то есть, даже если она с виду ромашка, даже если она ромашка в беде, ну, у нее где-то под плащиком топорик-то припрятан. И вот этот внутренний какой-то стержень, он в любом случае у меня есть в каждой героине. И вот этот вариант сильной героини – это моя тема. Все истории, когда я пытаюсь сделать героиню именно девушкой в беде, у меня, как правило, очень редко выходят даже с моей точки зрения удачными. Бывают какие-то такие неярко-дерзкие тиражи? Та же самая, например, Агния, она достаточно мягкая, и она находится в ситуации, когда она попала в мир, в котором она не привыкла жить, чисто с точки зрения социального положения. Поэтому ей тяжело, поэтому она находится какое-то время в роли жертвы, но это исключительно из-за того, что она попала в обстоятельства, в которых ей требуется время для того, чтобы сформировался некий, опять-таки, сильный характер. То есть у меня, наверное, вот эта фишечка у всех героинь. Оль? А я что, я уже все рассказала про чувство юмора. То есть у меня все… Ну, помимо чувства юмора, у них есть еще какая-то вот общая черта? Я не знаю, если честно. Ну, наверное, какая-нибудь есть. Топор? Нет, у меня очень много девочек таких, вот, которые… Девочка-конфетка, которая такая вся добрая, хорошая, ее предали, она из этого оказалась в жопе, вот она из этой жопы выбирается, всех прощает. Золушка-золушка, да, такая прямо вот девочка, которая, ну, на которой… Вот она очень долго упорно жила, там, трудилась, все, перебирала, там, эту гречку, что там еще золушки делают, и на нее свалился, там, ну, фэнтези, если там какая-нибудь сырная лавка, или вот там дракон, да, осенька, вот опять же, да, тоже сокровище, вот, или если это СЛР, да, то там бабло, мужик с баблом, ну, то есть вариант. То есть, подожди, то есть в Рамфанте она работает, то есть сырная лавка свалилась, а в СЛР мужик с баблом. Да. Это нечестно. Да, ну, нет, я всегда говорю, что, как бы, я в СЛР пишу, ну, то есть это такое, это всегда у меня сюжет, и я не скрываю, господи, я не буду рассказывать, что я, типа, там, какую-то литературу великую, глубину психологии, нет, у меня всегда эта история про то, как девушка встречает красивого сексуального мужчину и начинает медленно, нежно, с удовольствием тратить его деньги. Ну, вот просто это вот… Я для этого пришла, в этот жанр, в смысле так нельзя? Постучись в мою дверь топором. Да, 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 постучись в мою дверь топором, это вот, ну, тоже… Кстати, надо написать будет. Хорошо. Я надеюсь, ты еще не успела запонятовать там где-то? Блин, нет, мне надо проконсультироваться с юристами. Ну, не успеешь, я пишу быстрее, я медленно пишу, но не настолько. Вот, ну, поэтому, и в то же время у меня есть истории, в которых там, ну, не просто топор, там огнемет. Вот, и мне кажется, это зависит от внутреннего настроения. То есть вот сегодня я всех недолюбливаю, поэтому я буду писать историю, как девушка попала в мир мертвых и устроила там… Нету больше мира мертвых, извините. Вот, а если вот у меня сегодня позитивное настроение, поэтому быть очень качпок и мыть лапки главному герою, который в облике оборотня. То есть, это моя любимая сцена в этой книжке, так как он в образе… Я надеюсь, он никому не спойлернул, ну, конечно, уже спойлернула, ну, ладно. Вот, он… Да, вы забудете, прекрасно. Он в образе волка там ее встретил, не хотел раскрывать, что он оборотень. Вот, она решила, что это собака, и повела его мыть лапы. Вот он стоит, он… То есть он как бы это человек, там, ну, оборотень военный, да, очень серьезный мужик, там, магия у него, потому что магия еще какая-то. А ему моют лапки, как собачки, подушечкам, мыльцам. Вот. То есть вот такое настроение было. Между прочим, это реально недавно была история, как в каком-то районе выловили волка из канавы, где он плескался, привезли в ветеринарку, помыли, говорят, собачку. И фото волка в наморднике, который… Сходил погулять волк просто, так что очень жизненная ситуация. Ну, да, ну, мне, конечно, я оттуда их потырила, кто знает-то. Так, у нас есть следующий вопрос. Да, добрый день. Сейчас, когда Ольга перечисляла, у моих героинь есть принципы не обижать там кошечек, собачек, там нет. И у меня в голове почему-то такое продолжение не участвовать в оргиях. Нет, таких принципов нет, просто предлагают редко. Нет, просто как героиня там так красиво ушла. Ну, тут надо сказать, понимаете, у нас еще есть такая вещь, как законы жанра. То есть я не могу в Рамфанте отправить героиню на оргию и… Я хочу. С топором. Ну, да, то есть с топором. Ну, тут не универенно. Вот, ну, то есть если бы я писала, например, в жанре, что какой у нас, ну, какой-нибудь типа эротический триллер или там что у нас, какой-нибудь эротический ритейлинг, типа там Короля Неверленда. Погнали! Просто заходим и наслаждаемся. То есть сначала закусками, потом там и все такое. А все-таки в Рамфанте должны быть у героини какие-то принципы еще и, ну… Нет, это так прозвучало, как будто я-то в целом на орге нормально, да? Нет, я наоборот. Вы же говорите, я свои принципы переношу, просто не знаю. Нет, я… Почему все всегда сводится к оргею? Это был очень яркий момент, когда нашла на полу. Разговор рано или поздно придет к Оргею. А, да, я расскажу про Оргию, короче. Все, погнали. Я здесь не знаю. А, вот. Короче, мы были с Мариной Ефименюк. Это автор Рамфанта, тоже классный. У нее сегодня, по-моему, ребенка не рождение, поэтому она… Поздравляем тебя, Марина! Поздравляем тебя, Марина! Вот. Мы с ней пошли в иммерсивный театр в Москве. Там такая взрослая постановка по пьесе Генри Ипсона «Призраки». По-моему, «Призраки». Ну, ты же драматург. Ну, по-моему, называется она «Призраки». Я не могу наврать, но она называется «Вернувшиеся». Это очень красивое, эстетически крутое, иммерсивное представление, когда ты в шикарном особняке находишься, там ходишь по комнатам, там все такое антуражное, музыка, дым, свет. И там есть сюжет. То есть там такая история семьи уже такой, как сказать, развращенного буржуазного семейства, когда они уже потеряли почти все свое богатство, потеряли все, но все еще делают пафосное лицо. И там прям сюжет вот этой вот бедной девушки, незаконнорожденной дочери, хозяина дома, там, как она пытается сбежать за своим возлюбленным, как он медленно умирает от тяжелой болезни, в общем, сюжет классный, сюжет драматичный. Но я хожу по этому особняку и попадаю, каждый раз попадаю на урги. Ну, то есть там вдвоем, втроем, еще какие-то, вот, то есть каждая сцена, куда я не зайду. То есть я потом встречаюсь с Мариной, вот, говорю, слушай, такой откровенный спектакль. Он говорит, да, а мне не показалось, такой интересный, там такие диалоги шикарные, такой все, как? Ну, то есть у меня не было никакой ни карты, ничего. Вот, и мы, как бы, там была такая яркая сцена, ну, это действительно красиво поставлено, это я рассказываю, как, типа, там, пошлость, что-то, нет, это очень красиво было поставлено, там танец был, там, ну, действительно, вот, ну, пластичные очень актеры, это было искусство, все, не надо тут, что я хожу и смотрю на разные эти. Вот, ну, мы вышли уже после спектакля, обмениться впечатлениями, я говорю, блин, мне тоже хочется что-то такое написать, ну, вот, я, конечно, не Генри Ипсон там, вот, но хочется, она такая, и мне. Я говорю, давай у нас в каждой книжке, ну, в тех, которые мы пишем, будет оргия, вот, поэтому у нас, и мы, да, можете поискать, и мы ей, и Аню с собой взяли, то есть, ну, мы вообще не… Да, ты с нами пошла, у тебя в элите, ну, такая, такая, как бы, интровертная немного. Ну, че-че-че-че. Значит, объявляется конкурс, соберите все оргии в книгах. Ой, две собрала. Тренд на оргии? Нет, у Маринки должно быть интереснее всего, потому что она пишет классический юмор-юмор. У нее такие истории. Юмор-юмор 16+, такой, который ближе к 12. А, нет, называется «Похохотали и бэнки». Да, да, да. С другой стороны, чем у нас не оргия? Подходите ближе. Я надеюсь всем, если честно. Я не готова. Увы. У меня муж ругаться будет. Вот так. Нет, это понимаешь, как тебе сказать, это очень хороший всегда отмаз. Ну, то есть я-то, в принципе, вся готовая, но муж. Вот, и здесь получается, что как бы и лицо сохранила, и вину на другого свалила. Все ходы записаны. Мы все узнали про вас. Весь библиоглобус тоже. А можно, я думала, это будет такое секундное мое отступление смешное про оргию. Я задам вопрос. Ну, давайте, конечно. Да, а это был не вопрос. Я так думала, сейчас мы посмеемся. Интересно. А теперь вопрос. У вас очень классные истории, прям очень-очень классные. Мне кажется, их фишка в том, что вы очень многогранных героев, прям очень многогранных описываете простым языком. Это большая, большая работа. И вот у меня в связи с этим два вопроса. Первое. Вот вы стараетесь простым языком описать эту многогранность, все. А потом выкладываете это вначале в электронку. И вам иногда могут приходить интересные комментарии наподобие, а как она рожала, будучи пауком, или там вот что-то такое. А могут приходить комментарии, за которые мне прям хочется, я не знаю, там взять книжку, и вот вы выложили черновик, а у вас там три ошибки. Или они уже несколько глав, несколько продолжений там только целуются, или что-то такое. Вот вам не хочется прям после этих комментариев, я не знаю, просто взять и огреть вот так вот читатель. Думаешь, ты тут стараешься, язык подбираешь, героев прописываешь. А они три ошибки. Это первое. Сейчас я сразу. Продолжение второй. У вас всегда очень-очень проработаны сюжеты. С кучей клевых ставок вы приходите к логичному завершению. Но всегда ли вы знаете вначале, кого вы убьете? Ну вот, например, вот у меня вопрос про Еришу, да, Ериша была, вот для меня ее смерть была прям неожиданностью, честно. И, ну, у Кольги Пашниной у меня вопросов очень много, всех ли она знала в школе темных. Романтическая, добрая, фэнтези. Да, да, там для меня многие смерти были прям, думаешь. Да, вот всегда ли вы знаете? Вот два вопроса таких, спасибо огромное. Так, я уже первый забыла. Не хочется ли огреть вот за эти комментарии? В плане читателей, ну, на самом деле, когда только начинаешь писать, то, естественно, все негативные комментарии воспринимаешь достаточно остро. Ну, это, мне кажется, нормально, потому что ты действительно вкладываешься, действительно это твое детище, действительно тебя может задевать, но чем больше ты пишешь, то есть тебе уже все фу, в общем-то, высказали. И каждый новый читатель с каждой новой претензией, которая к тебе приходит, он тебе не говорит ничего нового. Ну, ничего такого, чего бы ты про себя не знала. Обычно ты про себя знаешь даже чуть больше, чем тебе говорит читатель, поэтому это не задевает. То есть из каких-то комментариев ты делаешь выводы, какие-то ты просто пролистываешь. И, в принципе, я, ну, когда я занята, допустим, у меня сейчас два процессника, у меня курсы, я еще в Москве в это время, у меня банально нет времени читать и пропускать через себя каждый комментарий. То есть вполне возможно, мне человек написал гадость, а я ее заметила через неделю, когда, в общем-то, даже уже отвечать неактуально. Вот. И уже не трогает и не задевает. Вообще, на самом деле, меня даже если задевают какие-то негативные комментарии, как правило, это исключительно в том случае, если я прям серьезно косякнула и не заметила. Это такая некая злость и обида на себя. Вот. Но, опять же, когда у тебя за плечами более 50 книг, ты к этому относишься как, ну, упс, ну, в следующий раз будем умнее. Ну, вот, да, вот так вот получилось, мы все люди, и мы все можем ошибаться, мы все можем пропускать запятые, да, мы все можем вычитать текст в орфограммке и загрузить другой. Я очень люблю, например, имена путать. Ну, это прямо вот моя фишечка. У меня, например, сейчас вот как раз дописывала кусок, обнаружила, что у меня героя второстепенного, который, ну, просто имеет схожее имя, зовут как героя другой книжки. Ну, куска два до этого так зовут. Ну, да, я знаю за собой какие-то вот эти вот моменты, связанные с невнимательностью. Я стараюсь это исправлять, я стараюсь это в текстах, по крайней мере, в чистовых вариантах вычищать. Вот. Но когда мне говорит об этом читатель, ну, да, я за собой это знаю, что мне теперь сделать. Вот. И я сейчас передам Оле, ну, чтобы мы, как бы, отвечали на один вопрос, а потом на второй. Чтобы мы окончательно забыли второй, да? Я на второй. А, хорошо. Ладно. Ну, насчет битья читателей, то есть, ну, все-таки есть принципы, да, нельзя бить котиков, собачек и читателей желательно. Ну, я как бы, ну, я бью. Ну, то есть читатели иногда бью, честно сказать. Ну, потому что, блин, вот-вот-вот-вот, ну, иногда такие комментарии. Иногда меня больше всего, то есть, меня задевает только один вид комментариев. Там, ну, оскорбление я сразу удаляю, там, какие-то ошибки. Ну, ошибки нашла, исправила. То есть, если человек пишет, ну, у вас там отпечатка в слове вот таком-то. Я без проблем исправлю. Если человек пишет, господи, сколько много отпечаток, ну, ищи сам. Я прочитала, я не нашла. Ну, то есть. Я даже не как бы, ну, то есть, тебе надо, ты ищи. Ну, никто не нашел, никого претензий нет, у тебя одного. Ну, значит, давай занимайся. Вот. А вот, когда человек невнимательно читал, ну, то есть, вот он читал через раз, типа, пропуская, останавливаясь, только там, ну, поцелуй, оргия, и конец. И у него возникают вопросы, связанные вот с какими-то такими этими, и меня вот это, вот это, вот это прям бесит. Ну, прочитай ты нормально. Ну, почему автор должен тебе разжевывать все, что есть в тексте? Вот это меня вот бесит. Ну, опять же, не настолько, чтобы вступать в какие-то длинные диалоги, то есть, я обычно говорю, ну, типа, ну, перечитайте, и все. Вот. В целом, раньше, когда, там, лет 10 назад, я была сильно помоложе и сильно поэмоциональнее. То есть, я могла там устроить, ого-го, вот, скандальчики-то были интересные. А сейчас как-то жизнь стала скучнее, я, ну, то есть, вообще практически не участвую в каких-то обсуждениях, никого, ничего не бью, ну, то есть, если там что-то какое-то, как это, то, что мне не нравится, я просто удаляю и до свидания. Вот. А если там какое-то, ну, нейтральное замечание, ну, пожалуйста, какие проблемы-то? И второй вопрос нам повторить. Я задаю, вы знаете, что вы убьете? У меня прям при Ирише, да, если я при Ирише, да, я в нем в этом полеаживаю. Ну, как раз про Иришу я знала практически с самого начала, что я ее убью. Единственное, у меня такое бывает, что в некоторых случаях, например, как в случае с Иришей, у меня было для нее два варианта конца, и я до последнего, ну, не до последнего, там, скажем, всю первую книгу я сомневалась. То есть, я ее убью или, собственно говоря, я ее уничтожу ментально, да, и она там будет жить где-нибудь в пансионе, пуская слюни в тарелку с кашей, да. Вот, но я поняла, что такой конец, он гораздо меньше мне нравится с точки зрения, потому что там бы при таком формате, да, жертвой оказалась бы не только сама Ириша, которая получила там по заслугам, но сейчас я прям спойлерю всем, тоже вот прям жестко, вот, но и Лирая, которая мне на протяжении текста симпатична. Я в основном знаю, потому что, ну, как бы, а зачем тогда все это, если не знать? Ну, то есть, в любом случае, если мы пишем какой-то серьезный большой цикл, большую историю, должны быть потери, потому что без потерь не бывает развития героев, не бывает переосмысления их жизненных ценностей, они должны переосмыслить, потому что, ну, опять же, иначе, зачем мы все это городили? Единственное, иногда бывает, вот, ну, в школе темных Еспера должна была с концами, все, крестик на могилке, но она что-то так всем нравилась, я думаю, ну, ладно, воскресает, что с тобой сделаешь-то, Господи? Да, полз, все ждали, но он появился. Ну, вот это тот случай, вот, я не люблю, понимаете, я сама как читатель, я, мне тяжело терять персонажей, в которых я влюбилась, которые мне нравятся, все, но когда они воскресают, у меня есть ощущение, как будто автор, ну, не то, что прогибается, что-то какое-то уешное понятие, если честно, но вот как будто автор боится, не дожимает, я не люблю авторов, которые боятся, не надо бояться, если нужно для того, для пути героя убить какого-то другого героя, да хоть его самого, Господи, это тоже не проблема, надо, вот, потому что когда вот он умер, воскрес, умер, это, блин, Санта-Барбара какая-то, или кто, какой там был сериал, в котором, сверхъестественное, вот я бросила смотреть, ну, вы заколебали, уже кто-нибудь, да, определяетесь, вы туда или обратно, вот, то есть я не люблю вот это вот, у меня, у меня, я перестаю переживать, то есть когда я знаю, что каждый герой может в любой момент неожиданно отъехать, ну, вот, я переживаю за них, а когда я знаю, что автор в любом случае его воскресит и будет еще 13 сезонов, я как-то, ну, мне становится неинтересно, поэтому, а мне, а мне как автору тоже должно быть интересно. Так, у нас есть вопрос от Кати Дмитриевой. Спасибо большое. Обращаем внимание. И мне кажется, это будет последний вопрос, потому что мы уже тут сидим, да, просто потом еще нужно нам время, чтобы вы все успели подписать книги, и, кстати, вы, если у вас еще нет книг, то вы можете их купить здесь, вот они представлены, так что, Кать? Ну, у меня такой вот вопрос, наверное, даже немножко относится к тому, что знаете, кого убьете или нет, поскольку у вас большая библиография, такой вопрос, есть ли книга, которая далась сложнее всего и легче всего? И почему? Слушай, ну, на самом деле, у меня в разные периоды бывают такие истории, я до сих пор помню историю, которая называется, она в электронке сейчас, она очень давно выходила, и я ее не переиздавала, по-моему, она называется «Скрабей Наполеона» или «Скрабей наследства». Когда-то я ее писала под псевдонимом для «Эксмо», для серии, ну, там викторианский детектив с обязательным включением, то есть там должны были действовать настоящие исторические личности, и должна быть очень, ну, такая серьезная фэнтезийная база. Этот текст мне дался очень тяжело, реально, я его просто ненавидела, но я до сих пор его не люблю, при том, что он хороший, объективно, то есть я перечитывала, когда уже потом перезагружала себя в электронке, и я читала с мыслью, ну, блин, ну, прикольная же книжка, почему у меня к ней настолько негативное отношение и впечатление, что я ее не дотянула, а на самом деле просто она мне настолько, я с таким скрипом и так тяжело ее писала для того, чтобы выдержать нужный антураж, для того, чтобы со всеми вот этими фактами поработать и так далее, и тому подобное, что вот, наверное, я до сих пор помню, насколько было ее тяжело писать. Достаточно тяжело было писать «Змейную школу», потому что, но ее было проще, потому что там основа индуизм, вот, и по индуизму, то есть у нас в истории политических учений в свое время, на протяжении четырех лет в институте, мы очень много на самом деле в начале вот этого зарождения политических учений и изучали вот именно индуизм и религии вокруг него, поэтому у меня была некая база, и мне достаточно просто удалось вписать, но это была такая серьезная работа с фактами, а вот с кораблей Наполеона я до сих пор помню, насколько было мне тяжело писать. А касаемо того, что пишется легче, как правило, пишется легче какой-то такой озорной юмор, особенно если он приходит в определенном настроении, и в течение того времени, что ты пишешь книгу, вот это настроение на юмор не меняется, то есть если тебе прикольно шутить, вот до сих пор нету какой-то такой усталости в целом, да, общий, то юмор, конечно, пишется гораздо проще, чем, ну вот, какие-то такие вещи. Ну, сложнее всего было писать «Пятую школу темных». Мне было очень плохо физически. Ну, то есть не сложнее, в смысле, что там какая-то книжка была сложная, нет. Просто я настолько устала, и текст был большой, и текст был тяжелый, и там еще редактор капал на мозг, когда ты пришлешь, когда ты пришлешь, когда ты пришлешь. Вот, и мне было так тяжело, я такое количество текста выдала за несколько суток. У меня, ну, я, то есть, мне кажется, я там не ела, не пила, не спала и вообще ничего не делала. И в какой-то момент я поняла, что я не могу не то что писать, но мне надо лечь. Ну, то есть вот, и мне было очень плохо физически, наверное, несколько месяцев после этого. Ну, это вот, это фишка какой-то серьезной работы, которые, то есть, пять книг, они меня заколебали сами по себе, вот. А еще плюс в таком графике, а еще осень была, то есть, за окном было мерзко. Вот, и как-то вот было прям физически тяжело, и я очень долго, я, наверное, смогла начать писать, только где-то через год, осенью следующий. Вот, а легко мне писалась книга под псевдонимом Анны Вембар «Золушка в постель», потому что я очень легко пишу о том, как женщина тратит большие деньги, ну, то есть, чужие, да. Ну, то есть, это просто, там всю книгу она тупо тратит бабки на все, на шмотки, на путешествия, вообще на все. Поэтому я вот, честно, там села, написала, вот, и уже в какую-то минуту, ну, остановись, ну, как бы у тебя книжка уже неприличного объема. Я говорю, нет, мы еще не все потратили, там 800 миллионов наследства. Там еще деньги оставали на счету. То есть, читайте книгу «Золушка в наследство», это бизнес-план, как потратить 800 миллионов. Да, все верно. Совет от Анны Вембар. Да, это как бы мы с Анной Вембар и наш психиатр, мы все благодарим за внимание этой книги, да. Дорогие наши авторы, спасибо вам огромное. Получилась очень забавная и замечательная встреча, где мы, наконец-то, обсудили много важных тем, например, оформление. Спасибо вам за ваши вопросы. Поаплодируем, да. Анна Адувалова, Ольга Пашнина, наши прекрасные золотые авторы романтического фэнтези, где всех убивают. А давайте мы за лучшие вопросы подарки вручим? Да, обязательно. Да. У нас конвертики с котиком, девушки, которые… И Екатерине, которую мы, конечно же, знаем. Все, спасибо. Подходите сюда, выстраивайтесь. Да, у нас есть открыточки всякие, закладочки всякие. Это для всех, можно всем все. Да, вот сюда за автографами, здесь можно купить книги. Спасибо большое, что вы пришли, несмотря на то, что нонфик идет параллельно. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.